Всем привет! Скажите, когда вы слышите, когда кто-то произносит слово Nokia, о чем вы прежде всего думаете? Ну, наверное, вы думаете о той старой Nokia, которая еще совсем недавно присутствовала в нашем рынке и вызывала у всех трепет и благоговения. И как вы думаете, современная Nokia, которая выпускает смартфоны, она все та же? И та, да и не та. В общем, компания Nokia разорилась, она была продана и недавно решила возродить свой бренд. Смартфоны эти качественные, они не считают многим китайским брендам. Покупая Nokia, вы можете быть уверены, что вам в руки достанется относительно качественный смартфон. Давайте сегодня рассмотрим модель Nokia X7TA. На борту у нас 4 гигабайта оперативной памяти. Процессор Snapdragon 710 с 2200 МГц. Многоядерный процессор, большой экран 6,18 дюймов, Android 8.1 и поддержка сети 4G. У нас здесь камера Sony с апертурой f1.8, что является очень серьезным аргументом и очень серьезным показателем. Линзы просветленные, в темноте будет все отлично видно. Вот это вот означает, что у нас на борту крупный пиксель, large пиксель. Это еще больше прибавляет смартфону веса. У нас оптика от Carl Zeiss, немецкой компании. Ну что вообще делает эту камеру, друзья, судя по описанию, одно из лучших. У нас двойные линзы на 12 и на мегапикселей. И у нас сенсор AMX364. Давайте посмотрим, что такое. AMX363. Это Sony. Итак, смотрим. Ух ты! Достаточно большой размер матрицы. Dual Pixel технология. Что у нас здесь еще есть? Где устанавливается, в каких смартфонах. Ну, в общем, достаточно неплохой сенсор, я вам скажу. Далее. Optical Image Stabilization. Друзья. Большая скорость фокусировки. Также есть электронный стабилизатор. Вместе с оптическим. Селфи-камера с апертурой 2.0 на 20 мегапикселей. Тоже достаточно большой пиксель. Конечно, не такой, как в предыдущем. Тоже достаточно большой пиксель. Хай-тек продукт. Есть обновление по воздухову. Ну, это понятно. Я стараюсь этот обзор делать честно, в том плане, что я впервые вижу характеристики смартфона вместе с вами. И впервые могу судить об этом смартфоне. То есть, изучаю его вместе с вами. Здесь у нас Android P.U. установлен. Три с половиной тысячи миллиампер часов батарея. Есть поддержка к чарджи быстрой зарядки, целых 18 вольт. И так, восьмияльный процессор Android 8.1, мультитач, экран разрешения высокого код разрешения, 4 гигабайт оперативной памяти, внутренней памяти 64 мегабайта, селфи-камера на 20 мегапикселей, две камеры на 12-13 мегапикселей, задняя, есть NFC, OTG, идентификация отпечатков пальцев есть, цветовой индикатор, ну, я думаю, здесь есть просто китайцы на модели не написали, двойная сим-карта, несъемная батарея, USB Type-C, отлично, друзья. Отлично, мне кажется, что смартфон очень-очень достойный. Есть у нас два цвета, переключим-ка мы, вот доллары, 259 долларов. Ну, неплохо-неплохо, друзья, достаточно неплохой смартфон, вот цена в гривнах, кому нужно, 7500 гривен. Я думаю, что за 7500 гривен в Украине нечто подобное, тяжело найти. На этом данный выпуск, я думаю, будем заканчивать. Вот еще пройдемся немножечко по характеристикам. Smart Screen, Brilliant Color, то есть обещают нам высокие цвета, высококачественные контрасты у нас на высоком уровне. В общем, все выглядит очень красиво. Соотношение сторон 18,7 на 9, что сейчас является очень модным. Face ID также есть, то есть сканер лица узнает владельца по лицу. Ну вот, друзья, в общем, вот такой вот небольшой обзор. Надеюсь, телефон вам понравился. Мне он очень понравился по характеристикам. Я бы его взял. Своих денег, я думаю, он стоит. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь обязательно на канал. Загляните в описание. Там будет ссылочка на данный смартфон. И загляните на каналы моих друзей. Они тоже будут в конце данного видео. Всем спасибо. Приятных покупок. Субтитры сделал DimaTorzok